Ваши товарищи, сегодня у нас в университете рабочих корреспондентов, профессор Владимир Петрович Огородников, доктор фирософских наук, и расскажет он нам о субъективном и объективном в истине, и истина, и практика, как они соотносятся. Вот. Ну, здравствуйте, уважаемые товарищи, еще раз, с кем я персонально не поздоровался, я вам кланяюсь. Ну, у нас ведь с учетом такого масштаба встречи лекция превращается в лекцию беседу, поэтому я позволю себе сидеть, да, хотя обычно лекция стоит, чтобы вот эту непринужденность сохранить, да, в наших таких взаимоотношениях. Тема, конечно, серьезная, да, поскольку она дебатировалась на протяжении, ну, можно сказать, всего периода существования человечества, на разных уровнях, конечно, да, на разных уровнях, безусловно. И до определенного времени, а именно до марксистской философии, вот какое-то адекватное решение проблемы связи объективного и субъективного в истине, а также определение, что такое истина, и особенно, особенно я подчеркиваю, это проблема, конечно, критерия истины, как отличить истину от заблуждения. До марксистской философии, ну вот, хоть поверьте, хоть проверьте, были предложения, но они не были теорией, они были только так, вот, каким-то взглядом, какие-то заметки, вот, по поводу того, что если слова предваряются в дела, то это слова истинные. Об этом еще высказывался древнекитайский философ Лао Цзи, вот, которого, кстати, в материализме трудно упрекнуть, он и не был таким. Но, тем не менее, вот это, как бы такая материстическая точка зрения на критерии истины. Ну, я начал уже так вспоминать варианты, давайте определим термины, это положено всегда. О чем бы мы ни говорили, мы должны определить термин. А то у нас вот уже слушать тошно о демократии, которая идет у нас, термин демократия произносится, да, во всеми устами, радио, телевидение, все средства массовые, дезинформации, включая интернет, все они наполнены. А вот трактовка понятия, что такое демократия, и когда она может быть, а когда она не может быть, вот это у нас как-то обходит стороной. По умолчанию вроде всем ясно, что такое демократия. Вот точно так же по умолчанию ясно вроде всем, что такое истина. А когда сталкиваешься с серьезными людьми, а вот последнее у меня столкновение с серьезным человеком было, это главный редактор журнала «Защита и безопасность», да, и вдруг, значит, я забыл его фамилию. Не хороший человек я, мой ровесник, вот, видимо, поэтому этот возраст начинает сказываться. Ну, вспомню, скажу, так вот он со мной сцепился по поводу истины. Человек серьезный, полковник ГРУ, бывший, ну, вы знаете, бывших полковников ГРУ не бывает. Вот. Мой ровесник, то есть весьма такой человек солидного возраста, солидного положения. И журнал у него хороший, писатель он, и вот не могу вспомнить, пишет неплохие очень вещи там, литературно-художественные, но с философским и политическим контекстом. И во многом мы с ним даже и сошлись на этом самом контексте философско-политическом, да. Ну, вот в некоторых моментах, и, надо сказать, ключевых, в чем мы не сошлись. Он меня пытался уверить в том, что истина и правда – это одно и то же. И в качестве аргумента, значит, что приводил. Вот, говорит, вот на английском языке нет развлечения истины и правды. Что у англичан, что у американцев, что у англоязычных других людей, но у нас есть слова-синонимы, которые звучат, да, иногда бывает так, вот, амонимы и симонимы, звучат одинаково, значит, и пишутся даже одинаково в русской грамматике, а смысл чуть ли не диаметрально предположен. И синонимы, когда звучат по-разному и пишутся по-разному, а смысл-то один и тот же. Так чего вам что-то удивляться, да, что вот один и тот же термин – это говорит о бедности английского языка. У нас в русском языке и есть, но мы должны идти к сущности не от языковой формы выражения этой сущности, вообще не от языка, не от филологических упражнений. От чего? От бытия мы должны идти, от нашего социального бытия, потому что только этому социальному бытию и интересно, что такое истина, да. Если мы будем говорить о других формах бытия, существ несознательных или полусознательных и неудушевлённых, то для них истины не существует. И вот тут я подхожу к определению истины. Во-первых, истина принадлежит не миру объективному. Вот некоторые говорят объективность мира, потому что вот это миру принадлежит. В мире истин нет. Истина может принадлежать, а может не принадлежать нашим суждениям о мире, о нас самих и о наших суждениях. То есть истина – это адекватное отражение того, о чём идёт речь в суждении. Суждение – одна из трёх основных форм мышления. Я вам напоминаю, понятие, связь в понятии – это суждение. И, наконец, связь суждений в различных вариантах – это умозаключение. Но там ещё разные типы умозаключений. Я уже не буду вдаваться в эти подробности. Хотя вот в связи с проблемой истины приходится всё вот это поднять, всю логику поднять для того, чтобы говорить хотя бы об истине и правде. Вот как это считается. Значит, это принадлежит только суждению. Понятию это не принадлежит. Вот нельзя говорить, понятие истинное или это неистинное понятие. Почему? Ну, примеры такие. Ну, понятие. Вот понятие, скажем, стол, любимое понятие, философ всех времён и народов. Ну, вот я сказал стол, понятие выразил в слове. Ну, что это, истинное я сказал или нет? Не ясно, да? Или я сказал человек. Опять. О чём я говорю? Нет связи понятий, нет суждения. Вот если я скажу «это стол» и покажу это указательное суждение «это стол», а «это огородников», покажу на себя, то, значит, вот «это суждение», тут есть субъект, то о чём или о ком речь идёт. В данном случае «это» и предикат, то, что в отношении субъекта высказывается. Это стол или это «огородников». И, как вы понимаете, если я буду показывать на себя и говорить, что это стол, вот, перед вами выступает, то вы подумайте, что тут возрастные изменения во мне уже такие пошли, что вряд ли меня можно выпускать даже на ограниченную аудиторию. А меня ещё пускают там на аудиторию 100 человек. А в итоге несколько тысяч человек по этим. Ага. Ну, да. Вы видите, за мной наблюдают. Да, за мной наблюдают. Большой брат за мной наблюдают. Вот. Вот. Это отрадно. Так вот, понимаете, значит, вот когда мы выяснили, что, во-первых, истина не принадлежит миру, это очень важно. Это очень важно. Потому что на этом даже выдающиеся вроде мыслители спотыкались. Вот Ленин в материализме и эмпириквизицизме критикует ряд таких недюжинных мыслителей, которые объективную реальность и истину смешивали. Это одно и то же, да, считали. Но бывает так, что смешивают объективную и субъективную реальность, да. И тоже Ленин критиковал в материализме и эмпириквизицизме. Я не буду туда уходить, потому что я растекусь. У меня так надо самого себя держать в рамках. Истина у меня, истина предмет разговора. Если растекусь, то вот по необходимым пределам. Итак, значит, вот, так что ж, какое тогда суждение, не просто, что есть истина. Вы знаете, Понтий Пилат по некоторым слухам последний вопрос задал Иисус Христу, что есть истина. И Иисус Христос, опять же, по слухам апокрифические издания, сказал следующее – сам знаешь. Это так оскорбительно звучало для Понтия Пилата. Представляете, мне студент на вопрос, что есть истина, сказал – сам знаешь. Что, привязываете? Так он прав. Но дело в том, что Понтий Пилат подозревал, что он знает. Он искренне читал. Подозревал, что он знает, но ему хотелось вот. Ты же вот там вроде как себя Богом считаешь. Так уж Бог-то всякое должен знать, что есть истина. А мы все сомневаемся тут. Простые, смертные. Но, значит, таким образом у Иисуса Христа нету, я вам скажу. Я Евангелие достаточно хорошо прочитал. Вот определения истины нету. И вот церковники-то пользуются каким термином? Не истина, а правда. Правда святая. И многие другие подменяют. Правда и истина. Вот я говорю, мы столкнулись с этим главным редактором защиты и безопасности. Ах, ну никак, я его не могу вспомнить. Вот. На этом деле, что Димол, это одно и то же. Но я задал ему убийственный вопрос. А вот на полиграфе, который у нас все чаще и чаще используется и в судебной практике, в детекторе лжи, устанавливается истина или правда? Ну-ка. Или одно и то и же. Понимаете? Если бы на полиграфе устанавливались истина, тогда не нужно никаких исследований. Там устанавливается в спотех клиент или не в спотех. Ну вот, но это другой вопрос. Да, это другой вопрос. Но будем считать, что вот он устанавливает. Он устанавливает правду. Если клиент на полиграфе говорит то, во что он свято верит, он правду говорит. И никакой самописец не трогнет и не отклонится от нормы. Да, потому что он уверен. Если нагрее может, он украсть привык. Ну, это другое дело. Клиенты разные встречаются. Так вот, значит, и устанавливается, что правда. Правда – это что такое? Это вот когда мы говорим то, в чем уверены, как в истине. Вот это правда. Но как часто мы заблуждаемся в этом, да? Уверены мы. Вот абсолютное большинство людей, я люблю этот пример говорить, да, миллионы населения планеты до сих пор уверены в том, что Бог есть. Да? Миллионы и миллиарды. Большая часть населения. А что, не так, что ли? А, ну, ладно, мы с вами не будем уже этот вопрос дебатировать так. Спасибо. Ну, вот. Я думал, я не в храме, могу так высказываться. Так вот, что, посмотрите на стены. Да, да, это уже подобие храма. Ну, ладно. Так вот, вернусь к правде, да? Вот, абсолютно уверен. И люди шли на костер, шли на мученические какие-то жертвы, да, во время войны. Вот. За что они шли? За истину? За правду они шли. За то, что они считали истиной. А вот совпадает это или нет? Не всегда. Ну, а теперь, значит, это правда таким образом. Это когда высказывается суждение, опять же, суждение, в которое человек верит, как в истину. Верит он. Вот. Или доверяет. А может быть, какими-то способами убедился, что это истина. Ну, во всяком случае, впереди здесь идет чувство уверенности. Не рацио, а эмоция. Я верю. И вот я готов пострадать. Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Это замечательное произведение Горького на дне. Артист цитирует Беранже. Артист – это герой этого произведения. Цитирует Беранже. И вы заметите, тут такой философский, очень глубокий подтекст. В том числе и по поводу нашего разговора об истине. Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет. И вот сколько таких вариантов сна золотого подсовывают нам, начиная с религии, мистических каких-то вещей. Вот верить надо. И тут действительно правда впереди. Впереди правда идет, а не истина. Потому что мы уверовали в это, как в правду. Мы верим, что это истина одновременно. Но без этого контекста, как правило, люди верят. И все. И не разбираются, где это правда, где это истина. Поэтому называются все правдой. Правда имеет своим антиподом что? Ложь. А истина имеет своим антиподом заблуждение. И, как говорят в Одессе, это двое большие разницы. Заблуждение и ложь. Это учитывает даже наша юриспруденция. Замечательная, неподкупная наша юриспруденция. Потому что есть статья «Добровольное заблуждение». Добросовестное. Добросовестное потом. Добросовестное заблуждение. А есть статья, которая связана с наглой ложью в отношении. То есть, оболгали, оклеветали. Клевета. Умышленность. Клевета. Умышленность сознательная. Клевета. То есть, человек знает, что это не так. Что вот у этого нашего премьер-министра отнюдь нет таких дворцов, которые показал нам наш замечательный блогер. И прочее. А вот он знает, что нет. А вот клевещет. То есть, он истину знает, но он ее намеренно искажает. А может быть, он и не знает истину. Удивительная вещь. Вот правда и истина как-то совершенно не корреспондируются друг с другом. То есть, можно нагло лгать и говорить истину. Можно говорить правду и ничего, кроме правды, и в этом при этом абсолютно заблуждаться. И никакой истины вы не говорите. Удивительная вещь. Вот первая особенно парадоксальна звучит. Да? Я уже, так сказать, как это? Нагло лгать и говорить истину. Ну, пример такой я обычно использую. Вот пример такой доходчивый, как мне кажется. Вот представим себе. У нас астрологов до сих пор видим и невидим. Хотя это, конечно, ну, не скажу наглая ложь, а для большинства это заблуждение. Многие до сих пор с придыханием астрологические прогнозы смотрят где-нибудь в газетке, по телевидению. Там идет строка. Или он в транспорте у нас часто любит, да, знаете, в автобусах, в троллейбусах идет строка. А что там грозит львам на этой неделе, да? И львы сразу настораженно смотрят все, зная, что они львы. Серьезные люди в это верят. Пришел на работу, на кафедру пришел, на новую я пришел. Все, как есть, профессионалы, философы. Подходит ко мне дама, доцент, кандидат философских наук, говорит, а вы скажите кто? Вот, я говорю, я не понял. Она, я извинить, не уточнила. Вы под каким созвездием родились-то? А я говорю, а какое это имеет отношение к нашим профессиональным делам? Кафедра-то философии. Да, кафедра-то в настоящий момент у меня уже не философия. Но это не важно. Астрология. Нет, не астрология. Вот, до этого еще не дошло. Вот теологии уже есть кафедры. Вы знаете, в государственных даже вузах. До чего дожили? До чего дожили? До чего еще доживем? Вот, это вот по поводу стиха Беранже. Да, если к правде святой мир дойти, то честь безумца. Вот, ну там безумцы и не безумцы. Они иногда вовсе не безумцы. Вот эти все наши споры сейчас, вы знаете, по поводу автокефалии тоже все уши прожужжали. Да, на Украине. Это не у нас. У нас будет круглого пола. Нет, не у нас, а у нас-то прожужжали на мужа. Так вот, так, вспоминаю я недавно умершего нашего замечательного сатирика, который очень материстически подходил ко всем этим вопросам и говорил, все из-за бабок, все из-за бабок. Вот они отчетом, куда будут эти самые притоки, пожертвования, взносы и прочие тещи, да, стекаясь в могучую реку. Вот, и вот видите, тут мы выясняем уже истинные, да, а не выдаваемые намерения. Вот что они хотят действительно. Как в римском праве, знаете, это положение – ищи, кому выгодно. Выгодно! Вот. А выгодно не в каком-то нравственном, а прежде всего, действительно, в грубо материальном плане. А нравственность, она попирается, и право попирается, если есть материальная выгода. И нам за примерами в нашем Отечестве ходить далеко не надо. Так вот, возвращаясь к истине, к правде святой и к истине. Вот святая, святая, да, вот я начал говорить об астрологии. Вот, предположим, человек свято верит астрологическим прогнозам. Таких у нас много. И попадает этот человек в среду астрономов, ученых. Он это знает. Он прекрасно знает, что тут выступать с позиции астрологии – дело бесперспективное. Ибо в основе астрологии до сих пор лежит кто, что, учение чье, разработанная концепция, учение Толемия. То есть, дело – центрическая система. Планеты обращаются вокруг Земли. Да, а есть сфера неподвижных звезд. Это еще Аристотель придумал такую вещь, которые неподвижны только друг по отношению к другу. Потому что прикреплены к этой сфере какой-то там. А сама сфера вращается. Поэтому они все вращаются. Так, без созвездий перемещаются. В общем, так, для его времени, 4 век до нашей эры, по-моему, зрелая идея. Так вот, и так, этот самый правоверный астролог попадает в среду этих астрономов, профессионалов. И он прекрасно знает, что тут выступать с астрологическими прогнозами без перспективов. И что он? Он, если ему как-то зададут вопрос, ну, я так примитивизирую, конечно, ситуацию, что… Ну, как Марс-то ведь обращается вокруг Солнца, да? Он поддакнется и скажет, да, конечно. Вот тут он солжет, потому что он же правоверный астролог. Он исходит из системы гелоцентрической, а не гелиоцентрической. А он, так сказать, в пользу гелиоцентрической. Он солжет, но скажет истину. Вот как? Ложь может сочетаться с истиной. И во всех других случаях, когда сколько раз человек кривит душой, да, и не выдает то, хотя бы, что он считает истиной, а что является истиной, это еще один сложный вопрос, да. А вот что он считает, это на уровне полиграфа можно определить, да, что он считает правдой, то есть истиной считает он и выдает это как правду свою. Поэтому вот проблема плюрализма истины такого быть не может. А плюрализм правд сколько угодно. Вот множество людей будет на один и тот же вопрос излагать разные позиции. И если это множество, каждый представитель этого множества, каждый человек будет искренне верить в то, что он говорит, он будет говорить правду. А позиции будут не сходиться, будут противоположными и так далее. Вот. Поэтому вот правд много, а истина одна. И вы помните, как у нас началась перестройка-то, вот это идеологическое воздействие на миллионы. И удалось при помощи средств перековали его. Посмотрите, мы сейчас имеем дело с этими ребятами и девчатами, которые идут, с верой голосуют за товарища Путина. Вот. Потому что они в него верят. Он для них истинный президент. Это правда для них. Я убеждался много раз на участках, на голосовании, потому что ходил вот от нашей партии, да, и от ПРФ. Да, вы знаете, это хорошо. И не один я ходил, да, конечно, здесь присутствующих. И я убеждался в том, что люди... Нет подтасовки. Вот я смотрел там, я там сцеплялся, как клещ. Что, где, откуда это принесли, бюллетень? Что такое? Врасывание. Оказывается, нет. Нет, это принесли, ходили по домам, вот урну принесли. Все нормально, вроде как запечатано. А потом я без этих урн убеждался, что люди в основном-то голосуют. Вот последнее голосование. За кого? За что? Да за Единую Россию. За представителей. Голосуют. Действительно, это так. И никаких подтасовок. Значит, они верят. Да я говорил, я обращался. Вот я, кандидат, депутат из законодательного собрания, на площади, на сеной, стою с женой. Вы от какой партии? Я говорю, коммунист. А, коммунисты, развалили Россию, развалили Советский Союз, а теперь Россию хотите развалить? Вот их правда. Да? Они глубоко заблуждаются, но таких много. И возникает иллюзия, что раз много, и большинство, что за ними истина. И вот я уже тут в этом вопросе подбираюсь к проблеме критерий истины. Но я еще не сказал, что такое истина. Я сказал, отличие истины от правды. А что такое истина? Вот по этому поводу великий Платон, хоть он был объективным идеалистом и даже родоначальником объективного идеализма, он высказался здесь очень хорошо. Настолько, что последующие поколения философов и ученых только отшлифовывали это определение истины, которое дал Платон. Что же он дал? Он, скажем, из последующего поколения, это его ученик Аристотель еще над этим поработал. Так вот, Платон сказал, что тот человек, который говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть на самом деле, говорит истину. Очень просто. Правда, надо выяснить, а вот когда он говорит о вещах в соответствии с тем? Вот это соответствие. Вот и есть критерии-то. А у Платона даже и критерий введен. Но я сейчас не буду туда. В объективные идеалистические критерии истины. Тут у него соответствие в начале вещей не того, что мы говорим о вещах, а самих вещей, идеей, которые воплощены в этих вещах. Понимаете? А познание и познание истины – это познание вот тех идей, которые там воплощены в вещах. Но не самих вещей. Сущность скрыта, это действительно так. И вот, значит, познание за вещами, за чувственным – познать вот это, высший уровень, уровень идей, которые воплощаются в конкретно чувственных каких-то процессах, явлениях, вещах. Но это уже немножко в сторону пошел, остановлюсь. Значит, и так тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит истину. Вот это сохранилось, сохранилось во всех вариантах дальнейшего развития этой теории истины. Ну вот, нет критерия. Вернее, есть, но я сейчас не буду объективно-идиалистический по Платону, не буду. Он уже принадлежит истории. А вот объективно-идиалистический сейчас, в наше время, есть такие. И вот я коснусь тех критериев, которые уже в новое время были сформулированы, и которые и сейчас очень хорошо используются, в том числе для оболванивания населения. Очень хорошо используются. То есть, я так считаю, что уровень нашей борьбы – это уровень, в общем, пока еще, увы, идеологический. Мы должны вот тут победить. Мы должны владеть умами. Что для этого нужно? Это отдельный разговор. Поэтому вот и тут бороться за истину, в том числе по вопросу истины. Что это такое? Понимаете? Потому что это очень важно. Но я постараюсь это показать, критикуя различные критерии истин, которые выдвигались выдающимися людьми нового времени. Начну с Рене Декарта. Имя, конечно, известно. Это выдающийся естествоиспытатель нового времени, который, как и естествоиспытатель, он метался между материализмом, таким стихийным материализмом, о котором Ленин писал, стихийным материализмом. Потому что, как естествоиспытатель, вот в этом, в рамках того, чем он занимался, он не мог не быть материалистом. Не получалось бы, иначе у него наука бы не шла. Субъективным идеализмом. И потом через субъективный дошел до объективного идеализма. Но вот главное-то его проблема, проблема как раз истины. Представьте себе, истины суждений. И вот он ищет критерий истины суждений. Но это, в общем-то, не только его. Это всякие серьезные ученые. Хочет найти вот этот критерий истины. Определить, что такое истина. Прежде чем вообще исследовать что-то. А вдруг он там в общем плане заблуждается. Формулу какую-то нашел неправильную. И начинает подставлять, может, правильное значение, а результат-то будет неправильный. Потому что вот формула чревата там какими-то заблуждениями, просчетами. И что же он вот пишет по этому поводу в одной из ранних своих работ. Ну, я сейчас не буду там подробностей эти все историко-философски скрывать, какие работы, чему посвящены. А главное, значит, он пишет следующее. Что мы вообще можем сомневаться по поводу всех своих взглядов и мнений. По поводу окружающего мира. По поводу каких-то своих действий. Даже по поводу того, что мы существуем сами. Мы можем сомневаться. Но единственное, в чем мы не можем сомневаться, это в том, что мы сомневаемся. Ибо нельзя мыслить, что мы не мыслим. И вот это и было ядро всей его философии. Философии рационалистической. Философии построены на, в принципе, дедукции. Которые перед ним Бекон отверг. Ах, негодны для науки. Вот. Ну, интересно, что в своей, там, скажем, оптике. А он очень много исследований проводил по оптике. Кстати, по другим вопросам, вот, рефлексы в животном и человеке Декарт исследовал, да. Вот здесь он к дедукции не прибегал. Он прибегал к индукции. Но сам этого не видел. На всякого мудреца довольно простоты. Ну, а вот теперь, значит, и так надо исходить из того, что можно и должно даже сомневаться в чем угодно. Но нельзя сомневаться в том, что ты сомневаешься. Нельзя мыслить, что ты не мыслишь. И вот это во главе угла. И тут он произносит и пишет. Он все на латыни писал. Знаменитое свое вот это положение. Когито эрго сум. Мыслю, следовательно, существую. Существование вывожу из своего мышления. Мыслю, значит, существую. Потому что нельзя сомневаться в том, что ты мыслишь. Вот, значит, мыслю, следовательно, существую. Достаточно. Ну, а из этого-то что? И значит, надо искать критерий истины не где-то вне мышления, а в самом мышлении. Если уж критерий существования он нашел в мышлении, то уж критерий истины, конечно, надо искать в мышлении. Потому что оно, мышление, конечно, и должно обладать истинной. Иначе какая наука? В этом Декарт никак не сомневался. И что же он тут по этому поводу пишет? Что суждение надо признать истинным, если это суждение выражено столь ясно и столь очевидно для каждого, что каждый признает его истиной. Вот критерий истины. Ясность и очевидность для каждого. Ну, как это? Это субъективный идеалистический критерий. Почему? Потому что, значит, ну, вот то, что я вам говорю, это вам ясно, а может, кому-то неясно, да, что это такое, неясно. Значит, кому ясно для этого человека то, что я говорю, истинно. Кому неясно, это, значит, не истина, да, а что, заблуждение? Или, может, я вру тут, а? Раз мне неясно, значит, он врет. Можно так сказать? Нет. Так вот, понимаете, субъективно-идилистическая концепция совершенно связана. И потом ведь ясность и отчетливость далеко не всегда принадлежит истине. Можно очень ясно и отчетливо, и этим обладают все артисты, должны обладать. Это, если хотите, вот рационалист Декарт здесь как бы вышел на все-таки какие-то эмоциональные моменты. Ясно и отчетливо. Вот я, мне кажется это, я восхищен этой ясностью и стройностью изложения. Вот актер там озвучивает чужой текст, но озвучивает лучше, в артикуляции даже начнем, чем автор этого текста. Вот вы знаете, как многие поэты, великие поэты не умели читать своих стихов. Читать их, слушать их там тоже. Вот у меня друг, ну, не великий поэт, но член Союза писателей СССР был и сейчас член Союза писателей России до сих пор. Известный в некоторых кругах поэт, да? Ну вот, понимаете, вот я с ним иногда спорю по этому поводу, да? Вот тоже по поводу ясности. Он меня упрекает в том, что я пишу даже в учебных пособиях неясно, неотчетливо. И, значит, сам не понимаю, о чем пишу. Я говорю, если ты не понимаешь, что я пишу, значит, я не понимаю, что я пишу. Понимаешь, что у тебя получается? Вот. Для тебя неясно и неочевидно. Вот. Ну, а читает он свои стихи так себе средненько. А вот когда я его стихи удивительным образом услышал, когда читает артист-профессионал, я совсем по-другому воспринял. Его же стихи. Я его, это друг моего детства. А вот я его понял, стихи, когда профессионал прочитал. Вот оно, форма и содержание, да? И вот тут объективное и субъективное. В истине суждение – это что такое? Это мысль, которая связывает два понятия. И в которой, в этой мысли, есть либо утверждение, либо отрицание. То есть, если нет утверждения и отрицания чего-то, то нет суждения. Не всякое предложение, как форма речи, отражает суждение. Скажем, вопросительное предложение. Будет ли завтра хорошая погода? Вопросительный знак. И это не выражает суждение. И поэтому это предложение нельзя подвергнуть испытанию на истинность. Человек сам сомневается, не знает, да? А вот если человек утверждает, завтра будет хорошая погода. Вот это утвердительное предложение, выражающее суждение. Многие, кстати, восклицательные предложения, предписывающие, не выражаясь суждения. Пешеходы, переходите улицу по зеленому сигналу светофора. Восклицательный знак. Здесь нет суждения. Потому что тут не утверждаешься, что пешеходы переходят улицу по зеленому сигналу светофора. Или, наоборот, предпочитают переходить по красному. Вот. Тут нет этого утверждения. Значит, нет утверждения, значит, или отрицания. Значит, нет суждения. Значит, это предложение, которое не выражает суждения, и мы спорить по поводу его истины не имеем такой возможности. Но осуждение ведь это мысль. Значит, это мысль, и, следовательно, это субъективное начало. Вот я тут касаюсь двух терминов, которые были внесены в название моего сегодняшнего выступления. Единство объективного и субъективного выяснения. Значит, мысль, она субъективная. А что такое вообще субъективное? Вот чем отличается субъективное от объективного? Требуется пояснить эти философские, фундаментальнейшие философские категории. Потом, хотя некоторые считают, что так. Ну, вот вы субъективно рассуждаете. Знаете, как мы обвиняем человека, вот когда в таком, что он в субъективизме, как правило, мы имеем в виду, что он как-то вот льет воду на свою мельницу, да? Он хочет себя как-то показать в хорошем свете или какие-то свои пристрастия там выдать как за пристрастие большинства или как за истинные вещи и так далее, да? Вот этот субъективизм. Но это не совсем или даже совсем не философское понимание субъективного и объективного. Итак, субъективное – это все то, что принадлежит нашему сознанию. Сознание двуедино. То есть, есть эмоциональная, чувственная сторона сознания – это ощущение, восприятие и представление. И есть мышление, рациональная сторона сознания – это понятие, уже названное, суждение и умозаплючение. Так вот, все эти формы и чувственные, рациональные стороны сознания, все они представляют собой субъективное. С позиции, конечно, материализма. Понимаете, да. С позиции другой философии, религиозной, скажем, там это будет несколько иначе. Но я не буду вдаваться подробностей и критиковать. Вот. Я, так сказать, позитив тут дам, чтобы не запутаться с вами вместе. Вот. В этом деле. Итак, вот субъективное – это все то, что принадлежит нашему сознанию. А объективное – это все то, что не принадлежит нашему сознанию. Заметьте, вот бывает так, что мы читаем в учебниках, в учебниках пособий, что объективное – это то, что существует не только вне нашего сознания, но и независимо. Вот. Последнее независимо – неправильно. Неправильно. Почему? Потому что вот стол, опять, извините, ручка, листочек – это объективное? Да. Но скажите, что это существует независимо от сознания. Это же произведенное сознание. И по тому, как это сделано, мы можем судить о том, насколько сознательным был мастер, изготавливающий стол. А вот тут он что-то не додумал, да? И у него стол шатается, предположим. Да? Или там в ручке что-нибудь несовершенствует. То есть, все вещи вот этой второй природы, как говорил Стасерон, то, что сделано человеком. Вот все, что на нас, все, что вокруг нас. Все это объективное, но независимо от субъективного, оно, это, и не появилось, и не существует. Потому что мы можем в сердцах там стукнуть по столу кулаком, а можно и топором разрубить, и, так сказать, уничтожить. Вот. И все. Зависит это объективное от нашего субъективного? Да, очень зависит настроение. Некоторые любят стулья ломать. Знаменитое произведение Чапаев, да? Тубуретки. А? Тубуретки. Да, тубуретки. Ну, вот, ломать. Вот. Объективное ломает в сердцах человек, воплощая свое субъективное. Или свой гнев, так сказать, вот, в эти независимые, вроде как, предметы. А на самом деле зависимые. Значит, еще раз, объективное все то, что не принадлежит нашему сознанию, ни чувственной, ни рациональной стороны. А субъективное все то, что принадлежит. Вот, очень просто. Казалось бы, просто. А вот дальше начинаются сложности познания и определения истины. Где заблуждение. И вот истина в содержании своем, она должна быть объективна. То есть, вот содержание, предметное содержание суждения, не должно как-то принадлежать нашему сознанию. Или, действительно, подчиняться этому сознанию так, что предметное содержание уйдет от чего? От реалий. Вот критерий совпадения, адекватности нашей мысли, суждения, и тому, о чем это суждение, главный критерий истины. Но, это даже не критерий, это определение. А критерии, вот там другие. Я уже начал говорить. Вот у Декарта, да? Критерии – это ясность, очевидность высказываний. Субъективно-иделистический. Но его легко используют. Вы знаете, вот я приводил, по-моему, уже в этой аудитории такой пример. Я был удивлен, вот замечательный наш артист был, да, Кирилл Лавров, да. Вот я его много раз видел не только на экране, и в театре. Вот, и вот образ Ленина доверенно было. Вы знаете, не всем давали возможности, как КПСС утверждала актера в должности Ленина, чтобы не получилась карикатура. Вот. Так вот, образ Ленина. Вот Кирилл Юрьевич, по-моему, если мне не спрашивает память. Кирилл Юрьевич, значит, изображает этот образ Ленина во многих картинах, в пьесах. Вот. И очень такой, ну, светлый образ Ленина. Замечательный. Не придерешься ни с каких сторон. И как-то соответствует нашим представлениям об Ильиче, что он вот такой и был. И мы верим Лаврову. Ну, вот прошло время. Прошла перестройка, началась реформирование нашего общества, демократическое. И тут уже каждый мог и автор, и актер свое видение того или иного представить. Или режиссер заставлял актера иначе как-то. И вот я вижу в какой-то такой пьеске того же самого Кирилла Юрьевича Лаврова и в роли Ленина. Но Ленин у него, это уже лихие 90-е. Это какой-то нервический такой, полусумасшедший тип. Он бегает все время там по комнате, кричит. Только матом еще не ругается, но близко к тому. За шею выталкивает каких-то ходоков, которые к нему пришли. Еще что-то, понимаете. Вот молодежь, которая не видела Лаврова и Ленина в изображении других, начиная со Щукина, да, образа. А она вот видит только это, на чего? Он артист. И его задача сыграть вот этот образ, который написал автор пьесы. Вот так. Доходчиво подать. Ясно и отчетливо. И ему поверят тоже. Да? Вот молодежь, которая, вот он таким и был. А-а-а. Ну, ясно, почему тут революция у нас там совершилась. Все благодаря исключительно вот этому. Да. Ну, Владимир Петрович, без действия уже. Да, я понял. Я понял. Значит, ясность, очевидность, один критерий. А второй критерий – общая значимость. Это уже принадлежит нашему отечественному мыслителю, недюжинному мыслителю, Богданову, Александру Александровичу, человеку, который был большевиком, но был исключен из большевиков по настоянию Владимира Ильича Ленина. Хотя они с Лениным очень в хороших отношениях были. Вот даже есть замечательная фотография, которая после того, как Богданов-то там себя порочил, да, но это уже значительно позже. Там Богданов есть фотография Ленина, играя с Горьким в капре, в шахматы, а стоит Богданов. Ну, вот ни на какой фотографии это не было указано в советский период. Ну, вот. Так вот, я к чему? Нет, личность не дюжина, и великий ученый, безусловно, там. Но вот критерии на всякого, опять, мудреца довольно простоты. Он в ряде своих произведений, такого философского плана, он предлагает в качестве критерия истины общую значимость. Если большинство согласно с чем-то, вот это и есть истина. Точка на голосование, товарищи дорогие. Поставим, все, и будем дальше. Владимир Ильич, он был человеком принципиальным, и они очень поссорились. Богданов тоже не отступал, Ильич там ему доказывал, но, знаете, когда человек очень уверен в себе, его не сдвинешь, даже Ильич не смог. Ну, и вот так он, а в результате, вы же понимаете, это же не просто так формула какая-то философская, общая значимость. На основе этой формы Богданов-Солнащевским стали разрабатывать новую теорию, не марксистскую, а вот смесь марксизма и религиозных некоторых взглядов. То есть, вот это было такое богостроительство, новая идея какая-то, потому что и Богданов, и Лунащевский считали, кстати, Лунащевскую тоже исключили из партии перед революцией, потом восстановили. Считали, что так как марксизм, ну, кто там капитал Маркса просчитает, даже вот первый том. Я вам скажу, я вот тут читал третий раз, третий уже раз читал, фундаментально. Первый только том. Остальные, честно вам скажу, пробежал. Ну, еще четвертый том, там прибавочная стоимость, тоже достаточно штудировал. Вот, а вот эта работа для человека с двумя высшими обсуждениями, доктора философских наук, это колоссальные трудности работы, я вам скажу. Колоссальные трудности. Маркс вот чем не страдает, это популярности изложение. Вот. Но есть у него там места, ничего такие, а в большинстве своем, во-первых, надо быть колоссальным эрудитом во многих областях, что это осилить. Ну, и вот, опираясь на этот очевидный факт, Богданов Лунащевский говорит, да что же мы рабочим там будем Маркса преподносить в чистом виде, да, изучать. Да это бесполезное дело. А у нас рабочие к чему тянутся-то в основном? И к крестьяне. Да до сих пор еще во многом, в большинстве своем, религиозные. Так давайте, а некоторые постулаты религии совпадают с постулатами марксизма. Какие? Кто не работает, тот не ест. Кто сказал? Христос. По делам вашим буду судить о вас. Опять критерии истины. О, не по словам, а по делам. Кто сказал? Христос. Совершенно материстическое. И так рядом целые положения, да. Знаменитое положение о том, скажем, скорее верблюд пролезет сквозь угольное ушкочем, богатый попадет в рай. Опять же вроде как, понимаете, вполне марксистский тезис, да. Вот богатый он изначально, да, такой вот нехороший человек. Вот. Ну, и в коммунизме богатому делать нечего, конечно, да. Так вот, вот это положение. И Ленин, конечно, критиковал и общую философскую установку. Большинство всегда право, да. И не только право, а и истинной даже владеет. И поэтому у нас, ну, и вот, ну, чем это кончилось там. Богданов-то не был восстановлен в партии. Ну, кстати, Ильич отнюдь ему не мстил. И он был директором института переливания крови первым. И умер он, как настоящий ученый, он переливал себе кровь разных групп. Экспериментировал. Директор института. Где это видно сейчас, чтобы директор института сам на себе ставил опыта? Вот. Он даже на крысок не будет ставить. Получен лаборатор, а уж на себе. А вот ставил, вот, смотри же на человек. Вот я его так притекнул, но вот надо отдать должное все-таки, настоящий ученый. И умер он, да, вот из-за этого опыта. Но, тем не менее, вот эта его идея, конечно, осталась, увы. Осталась. И вот где она воплощена? Да, в конституции действующей. Россия. Вот я провокационные вопросы задаю своей аудитории учебной. Адъюнтам, курсантам. Я говорю, вы знаете, вот по конституции, что является критерием, уже не истинное, а критерием демократичности строя. И в том числе то, что вот наша Россия является демократическим государством или демократической республикой. Что? Отсутствие идеологии. А? Отсутствие идеологии. Нет. Ответ неправильный. Первая идеология. Вот. Еще хочешь, не выбираем. Нет. Отсутствие идеологии – это 13-я статья, да, там, вот, есть. Нет, это первые статьи, потому что это главное. А вот выборность всех руководящих, вот президента выбираем, прямые выборы, вот вам демократия. Волеизъявление народа. Буржуазная, да. Вот. Вот вам демократия. А буржуазная демократия – квадратный круг, вообще-то говоря. Я против этого термина. Могу, но я не буду сейчас спорить. Вот. Так вот, вот это, значит, вот демократия народа изъявления. Ну, если люди не понимают, за кого или за что они голосовали, за ту же Конституцию. 99% и 99 соток проекта Конституции в глаза не видели. Шли голосовать. Вот. Ну, так что, и что это, волеизъявление, что ли? То есть, есть ли опять проблема истины? Если человек не знает истины в этом вопросе, ну, скажем, кто у нас действительно наш истинный президент будет, истинно народный, так. Вот. А кто нет? Или там, вот это положение Конституции, это вот истинное, да, положение? Или это вранье, это наглая ложь. Вот. Или заблуждение. Ну, в Конституции обычно там не заблуждаются те, кто пишет. Они стараются хорошо солгать, красиво. Вот. Так же, как и наши политики. Так вот, вы понимаете, если люди не владеют истиной, голосование ничего не дает, какая-то демократия. Я привожу хороший пример, тоже часто, и, по-моему, здесь уже и в этой аудитории говорил, ну, повторение мать учения. Вот представьте себе, во времена Коперника всеевропейский референдум демократический. Кто за то, что, как считает нечестивый Коперник, Земля обращается вокруг Солнца вместе с другими планетами, а кто против? Коперник остается в гордом одиночестве. И таким образом, с точки зрения Богданова и вот наших авторов Конституции, это очень демократично выявляет, что истинно. Ну, вы же понимаете. Вот. Большинство, увы, истины никогда не владеет. И это не вина, это беда большинства. Особенно политическая истина. Особенно политическая истина. Вот. Теперь, значит, еще один мотив такой по поводу критерий истины. Прагматизм. Философия, рожденная на территории Соединенных Штатов Америки. Они все там прагматики. Это философия рубежа 19-го, начала, конца 19-го, начала 20-го столетия. И вот Джеймс Пирс, главный автор вот этой концепции, которому принадлежит вот такой том. Я его тоже с трудом одолел. Немножко легче, чем Маркса, конечно, но с трудом, потому что там, ну, это форма изложения тяжелая. Прагматизм. Вот. Так вот, главная идея-то прагматизма в чем? Опять истина. Критерием истинности суждения является то, что это суждение может быть практически полезно в ее реализации, хотя бы для ограниченного круга лиц. Вот кому-то это полезно, значит, это, значит, истина. А если никому не полезно, ребята, вы там что-нибудь наврали. Что-то заблуждаетесь вы. Да? Я сам. Восемь часов. Да. Вот. Вот, значит, так, разговорился я. Вот. Все-таки. Ну, тема-то такая, знаете, центральная. Ну, что тут возразить полезно? Вот Александр Сергеевич Пушкин уже возразил еще до того, как Пирс родился таким мнением. Написав, Евгения Онегиня, тьмы низких истин нам дороже, то есть полезнее, нас возвышающий обман. То есть, нарочитое искажение. И это правильно, действительно. И это истинно. То есть, считать, что если полезно, то истинно, во-первых, это субъективно-идилистический тоже критерий. Одним полезно, а другим вовсе не полезно. То же положение, да? Вот. Кому полезно положение, кто не работает, тот не ест. Кому это полезно, да? А кому не полезно. То есть, получается, позиция одних – это истина, позиция других – это заблуждение. Ну, и таких много. И, наконец, вот еще один момент. До практики, я чувствую, не доберусь. До действительного критерия истины. Это вот марксистский подход, практика. Причем практика понимается не просто какая-то деятельность, вот кручу ручку. Да? А это деятельность по производству материальных или духовных благ. Производящая деятельность. Вот это и есть практика, да? Вот. Ну, правда, тут еще сферу услуг надо сейчас уже вспомнить. То есть, это непростой вопрос. Но я не хочу упускать еще один прагматический. Вот в 20 веке появился критерий истины. Истина – это такое суждение, которое внутренне логически не противоречиво и не противоречит логически другим суждениям в составе данной концепции. Вот с этим, как курица с яйцом, неопозитивисты и постпозитивисты носились долгое время. Но вы же понимаете, логичность и истинность – это тоже две большие разницы. Истинные суждения должны, конечно, изложены быть логично. Но не все логично изложено является истиной. Логика и истинность тоже очень идут далеко не всегда в ногу. Ну, вот приведу такой пример. Все планеты обращаются вокруг Земли. Утверждал. Толемей и утверждает нынешние астрологи. Первое суждение. Второе суждение – Луна – планета. Из этих двух суждений вычекает умозаключение дедуктивное, так называемый категорический салагизм. Вы сами легко его сделаете. Следовательно, все планеты обращаются вокруг Земли. Луна – планета. След на Луна – что? Обращается вокруг Земли. Заметьте, удивительная вещь. Из двух неистинных посылок мы сделали вывод истинный. И вполне логично. Но тут, опять поверьте, нарушений правил категорического салагизма нет. Вот так. Видите, логичность и истинность, как они причудливо могут быть связаны. Логичность не гарантирует истины. Но истинность без логичности нет. Логичность – критерий научности. Если взяли труд, и автор сам себе противоречит через страницу или даже через строчку, можно его откладывать. Это шизофрения. Сам с собой. Плюрализм мнений в отдельно взятой голове – шизофрения. То есть, если нет логичности, не о чем говорить. Но если есть логичность, это не обязательно истина. Множество научных концепций, серьезных. Вот как концепция Толемея. Очень логично изложена. Он многое там учел, что не учел до него за почти полтысячи лет Аристотель, который первый набросок сделал, делать центрической системой Аристотель. А Толемей только там кое-что уточнил. Но очень существенно. Значит, вот и мы выходим опять на практику. Единственный критерий истины. Но практика – критерий истины, который тоже надо применять с осторожностью. Иначе вот я… С какого момента меня с телевидения сняли? Я перешел на наше «Красное ТВ» выступать. Вот когда я лет уже больше 10, уже не помню. Я доказал там некоторым моим коллегам, докторам философских наук в открытом эфире. Где это мы? На пятом канале или на сотом? Я уже забыл. Вот. Тогда меня часто приглашали. А потом вот после этого перестали приглашать. А они что мне пытались доказать? Я их опроверг, да? Что, мол, вот практика показала, что вообще коммунистическая и социалистическая идея – это утопия. 70 лет строили социализм, так и не построили. И вот в результате перешли, вернулись к капитализму на исходные позиции. Теперь отстаем из-за этого. Не тем путем шли товарищи. Вот, понимаете? Практику показала. Что же, говорит, вы против этого можете возразить, Владимир Петрович? А Владимир Петрович нашелся все-таки. Вы знаете, вот когда споришь с коллегами, иногда находишь такие вещи, примеры, которые тебе вот будут щадить наедине с компьютером, в голову не придут. Вот так в полемике. О, Сократ! В споре рождается истина. Опять в споре рождается истина. И что я сказал? Ну, коллеги, вот представьте себе племя, находящееся на первобытно-общинном уровне развития. Они поклоняются, предположим, Луне. Были такие племена. И сейчас есть. Вот, поклоняются Луне. И вот они расширили соплеменника, я рассказывал эту аудиторию, но я напоминаю, послать на Луну имеющиеся у них средства. Какие средства? Средства на 9-го уже. Да. Значит, сделали катапульту, зарядили отважного юношу туда, в чашечку катапульта, и в полнолуние выстрелили. На поминках, значит, вот судят реальность, говорят, вот это не получилось. Другой изобретатель выходит вперед, говорит, у меня другая схема. Посмотрите, тут у нас какие гибкие, высокие деревья. Сделаем вот рогатку большущую. Туда зарядим, очередного отважного космонавта выстрелил, ну и сделали. А результат все тот же печальный. И тут на общем сходе, вот демократия-то когда была, истинная демократия, где мы была, когда вот на совете племен или на совете племени решали коллективно все, все эти вопросы. Да, может быть и неправильно, но все равно коллективно. Так вот, постановили. Эта идея достичь Луны в сторону, утопичная, вредная, приводит только к человеческим жертвам, поэтому ее надо положить куда-нибудь там под камень, и молодежи об этом даже не рассказывать. Чувствуете, какая параллель между коммунистической идеей? Я говорю, на том уровне, на котором мы тогда находились, мы ничего лучшего, а мы очень много лучшего построить не могли. Полного коммунизма мы не могли добиться. Ну а как же была программа там вот, хрущевская. Так вот это Хрущева не ко мне тогда. Вот. Построение коммунизма за 20 лет, к 80-му году. Ну вот, понимаете? Вот так вот бьют как бы марксизм марксизмом. Критерии истинной практики. Кого-то практику показал. Нет. Надо еще практику-то разбирать. Вот. Практика должна созреть, чтобы она могла доказать истинность тех или иных идей, которые забегают за практикой. Мы как хомо сапиенс сначала в голове что-то создаем, а потом в реальности. Если условия позволяют. А если не позволяют, в голове долго будем вносить в виде мечты. Может, ни одного поколения. Но я это не говорю про идею коммунизма. Я думаю, что в следующем поколении все-таки будут большие изменения. Вот. Но вот опять через бытие должны пройти. Но на этом уже я уже все должен прекратить, потому что... Да, вон там... Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Извините. Да. Вопросы есть? Определение истины – это все-таки... Ну, истина – это суждение, которое адекватно отражает то, о чем оно составлено. Вот определение истины. А как вы понимаете то, что истина конкретная? А, истина конкретная? Ну, дело в том, что в изменяющемся мире далеко не все являются константы, постоянные. Ну, законы есть, конечно, непреложные. Законы Ньютона тоже работают. Но, опять же, вот законы Ньютона... Там закон всемирного тяготения. Но мы с вами знаем, что не очень всемирного, потому что, когда корабль космический или частица просто элементарно достигает субсветовой скорости, то там Ньютон уже не работает. Там Нейнштейн нужно привлекать. Вот относительность. И конкретность, и относительность истины. Одновременно. Конкретно, потому что она для конкретных условий истина. Вы поставляете конкретность и относительность? Конкретность, и обычно абстрактность противопоставляют. Нет, нет. Относительность и конкретность, это по существу одно и то же. То есть, конкретность, это в отношении конкретных условий. Да, вот конкретность. В отношении конкретных условий. Фиксированных четко. И надо понимать, это закон меры великий. Вот до этого уровня работает, нижний уровень, да, состояние-то. Вот, так же вода, скажем, вот истина, вода жидкая. Конкретная, относительная. Вода жидкая в определенном градиенте температуры. Ниже будет твердая, выше перейдет в парк. Школьный пример. Вот, пожалуйста, великий закон меры, о чем угодно, мы говорим. И вот это, вот это истина, но только вот для этих конкретных условий. Конкретность и относительность. Относительность, не потому что относительно, что, так сказать, в этой истине не все истина, там говорят. Или не полная истина, не абсолютная истина. Это все уже фразеологические игры, на мой взгляд. Вот. Ну, вот ответил я вам на вопрос. Спасибо. А кто дострияет адекватность? Адекватность? Да. А практика? А практика может не догонять? Ну, не догонять, не догонять, значит, будем ждать, когда догонят. Вот мы собираемся выйти в дверь сейчас, да? Собираемся. Вот, видим дверь. Ага. Адекватно мы отражаем проем доверной или нет? Вот мы выйдем. Если мы не упремся лбом во что-то. Если все сразу, то не выйдем. Ну, если все сразу, да. Это тоже проверяется чисто практически. Вот вы уже практику прошли. Не будем, не будем, товарищи. Значит, вы утверждаете это. Вот видите? На основе практики. Вот, говорят, с опытным-то человеком приятно делаю мне. Значит, что если все сразу, то не выйдем. Так, товарищи. Записались на выступление товарищ Тюлькин и товарищ Грасьмов. Виктор Аркадьевич. Угу. Я думаю, что мы должны поблагодарить Владимира Петровича за лекцию. Я хотел бы, во-первых, надо ему помочь. Это самый главный редактор Андрей Евдокимов. Ну, конечно. Легче. Ему, профессору, сразу станет легче. Да, мне право легче. Да, да, да. Вот черт и уперся. Да. Во-вторых, я хотел обратить общее внимание, что... Когда в конце Владимир Петрович перешел к разбору примеров, да, здесь, как бы сказать, этот момент и есть самым полезным, что ли. Потому что невозможно вот материал этой, да и многих других лекций по философии, так сказать, изучить методом вызубривания или запоминания формулированных. Не в этом дело, потому что здесь речь идет об умении собственной головой работать, так сказать, собственного масла в голове иметь. И вот это подсказывает, что, наверное, надо попросить руководство университета, может быть, практическое занятие еще провести, да, именно по разбору примеров и по иллюстрации, особенно и современности. Хорошо, там, про Паламея вспоминать, у нас ведь сегодня. Поэтому, значит, мы часто сталкиваемся с тем, что нам приходится самим в жизни это дело разбирать. Обычно, очень часто слышишь, что, так сказать, истина всегда лежит посередине, да. Вот это такой прием, который отработан, дальше он имеет научное обоснование, которое Богданов выдвигал. Раз большинство так считает, ну что, ребята, куда делись, вот это истина. Ну, дальше много раз показали, Владимир Петрович нам тут рассказывал, что часто истина рождается, как ересь, а умирает, как предрассудок. Ну, значит, когда сначала придумали, что сфера вращается вокруг Земли, то на тот момент это был гигантский прорыв, да. А потом кто-нибудь сказал, что Земля крутится, да, он же с ума сошел, что ли. Потом все признали, да, как иначе, она крутится. А когда-то приходилось людям на костер идти, это для того, чтобы передать это знание, что, ребята, она крутится. А в наших общественных делах, спорах очень часто встречаешь вот ситуации, когда надо, надо вот это дело уметь сопоставить, уметь соотнести истину и правду, и при этом исходя из того, что правда у каждого своя, и, как правило, классовая, да. Вот из примеров, у меня есть очень хорошие знакомые в Греции, из семьи очень крупных капиталистов, которые очень уважают коммунистов, и разговаривают так, что, слушай, Виктор, правда на вашей стороне, и истина за вами, и победа когда-нибудь будет за вами, но вы завтра революции не сделаете? Я хочу, чтобы мои дети пока пользовались и жили, и прочее, и прочее. Поэтому вы, ребята, боритесь, а мы тут вот. Вот, конечно, дорогие, если у нас, наши ближние, друзья, мне вот в силу обстоятельств пришлось, может быть, больше иметь возможности контактить с тем же Геннадьем Андреевичем. Где его дураком назвать никто не должен и не может. Это вот такая, понимаешь, сегодняшняя философия и позиция. Может быть, даже заданность. Он исходит из того, что, слушай, ну, что ты про Ленина? Это сто лет назад было. Ну, это сто лет назад было. Сегодня ситуация другая. Сегодня Россия ядерным оружием обладает. Вы развязать катаклизм здесь, вы понимаете, что это будет? Отсюда следующий тезис. Значит, лимит на революцию он на сегодняшний день исчерпан. Это чистосердечное, это самое разрушение. И именно поэтому он себе как заслугу приписывает, что он три раза спас Россию от... От Чулькина. И от Герасимова тоже. Есть более примитивное суждение. Ну, тот же Жирик. Большевики из чего исходили? Они следили из того, что они хотели человека приподнять. Это разумное существо. У них каждая кухарка должна стремиться. И, можно сказать, не получится. Потому что человек по своей природе животное. Ему сытно жрать, пить бабу. Если бы все были такие, как Ленин, Сталин, Тюлькин, то где их столько найти? Кто их найдет? Не найдет никогда. Кончится с провалом их дела. Поэтому, капитализм, надо жить, как весь мир живет. И не стремиться куда-то вышли. Ургений, Владимир Ильич Ленин, это гений. Это гений. Он уловил ту уникальную ситуацию, которая сложилась к 1917 году, и совершил революцию. Но, это была уникальнейшая ситуация, которая складывается один раз из 100 миллиардов случаев. Здесь все в один сгусток сошлось. Кризис, империалистическая война, обнищание, обладание народом оружия, армия шла. И вот он сумел тогда использовать это дело для того, чтобы перевернуть Россию и революцию октябрьскую совершить. Кто это отрицает, тот, так сказать, дурак и вообще негодяй. Но кто сегодня зовет повторить тот тупый, тот негодяй в войне. Такая ситуация, разве она снова? Может сложиться? И вот, так сказать, я к тому, что эти занятия для того, чтобы нам главное усвоить. Значит, истинно конкретно. Поэтому в каждой конкретной ситуации нужно разбираться и приложить карту к дороге, чтобы определить, куда идти, что поделать. Участвовать в выборах или отрицать. Двигаться, так сказать, на забастовку или пока погодить. Во всех вопросах, и крупных, и мелких. Но для этого надо учиться. Поэтому, Владимиру Петровичу, большое спасибо за сегодняшнюю лекцию. А всех призываю ходить на эти лекции и звать сюда товарищей. И заказывать темы. Потому что часто слышишь, о, был неинтересен. Заказывать, что волнует, чего интересует. На следующий семестр формируется сейчас. Кстати. Спасибо. Вот к предыдущему разу. Так, товарищи. Спасибо. Тоже два года. Два слова скажу. Два года? Не надо. Вот говорят, что Гегель вот сложно очень. На самом деле, у Гегеля, вот у него намного проще все, чем вот Виктор Петрович из рогах, Толемей, Дикар, Богданов и так далее. Но у Гегеля истина это что? Истина, во-первых, есть теоретическая истина. Это соответствие понятия объекту. То, о чем в главе Владимир Петрович. Есть практическая истина. Это соответствие объекта понятия. Это вот нечто более сложное. И многие как-то считают, что это что-то идеалистическое такое. Но на самом деле, вот человек-то он творец. И у человека идея, она первична. То есть, сначала в вашей голове рождается идея какого-то изделия дома. Какую вы сверху на своем огороде посадите и так далее. Но не в результате химического процесса в голове. Это отражение объективной реальности. И химические процессы там идут. Электрические процессы. Идут и идут. Но не в результате рождается идея. Но она, так сказать, да. Но эта идея, мозг это очень сложная субстанция, которая отражает окружающий мир. Поэтому здесь отражение, так оно, конечно, в результате нашего общения с какими-то предыдущими вещами. Вот у нас рождается идея, а потом мы ее вопрощаем в конкретные вещи. И именно вот это и есть практика, как и практическая истина. И вот соединение двух этих истин, они два момента абсолютной истины. Это вот очень существенно. Я вот когда еще в молодости думал, как же вот практика какая-то истина. Я вот в диссертациях там поставил эксперимент и подтвердил свои теоретические выкрутки. Это как бы они считаются после этого истинами. Но эксперимент это все-таки это такая, не совсем это практика. Все-таки вот истина твоих замыслов каких-то, она проявляется в ходе эксплуатации техники. А это совсем не то, что эксперимент. И там вот действительно это все, так сказать, всплывает, не только здесь можно истину. А что касается правды, вот в чем конкретность истины? Вообще конкретность, вот я бы немножко поспорил с Владимиром Петровичем. Конкретно это значит взято в противоречиях. Противоречие, противостоит этому понятию абстрактности. Вот абстрактное понятие коммунист. Вот каждый скажет, что коммунист, а что такое высокое, светлое. А если взять какого-то конкретного коммуниста? Большое. Большое, да, чистое. Это слон уже, а не куб. Да, ну, правильно, слона помочь в зоопарске, если хочешь большого и чистого. А если взять любого конкретного коммуниста, там хоть Герасимова, хоть Владимира Петровича, хоть даже Тюркина. Ну, мы увидим, что там все в противоречиях, и там столько всего, так сказать, и негативные моменты. Хорошо за себя буду говорить, за себя. Вот, у Герасимова столько там негативных моментов. Это забыл, это потерял, это обманул. Вот. И так вот, так сказать, люди вот клюют на всякие смазливые мордашки в интернете, пока они их не знают. Они, ууу, какой появился молодой, такой энергичный, умный. А потом, по мере того, чем он больше, больше, больше говорит, ой, дурак очередной. Вот. Это, в этом конкретности истины есть, что она противоречива. А вот, правда ли то, что, скажем, того же Герасиму есть нечто позитивное? Оно правда. Вот после работы сегодня Герасимов сюда притащился, видеокамеру принес, уставший, вот это самое есть, позитивное. А то, что у него такие-то негативные свойства, это правда? Это тоже правда. И вот это вот соотношение правды и истины, что вот правда, она, каждое конкретное осуждение, оно может быть, это правда. А истина, это как совокупность, она противоречива. Совокупность правд? Да, это самое. И то правда, и это правда. Говорил, говорил. Противоречива. Пустовно. Ну, вы хотите сказать, что правда субъективная, но это еще дальше. У вас будет заключительное слово. Да, будет заключительное слово. Это вот истина и правда, они вот так и соотносятся. А соответствие понятия объекта, это у Гигеля еще в самом начале есть определение. Определение, да? Качество, взятое в себе в простом нечто, и сущность, находящаяся другим моментом этого нечто, в нем бытием, это есть определение. Это определение, оно отличает истинное суждение, вот определение какого-то предмета, от множества суждений самых разных об этом предмете, которые истинными не являются. Вот как ясно и доходчиво, видите? Да, это самое. Это действительно на самом деле доходчиво, и не так много категорий для этого надо изучить. И вот в познании человечеством истины есть узловые меры. Это вот аристотельская формальная логика, которая хороша на кухне, как говорит Гегель, и логика диалектическая, которая для жизни. И люди, которые не владеют диалектической логикой, они часто попадают в просаг. Вот, скажем, есть иногда рассматривать такое понятие в политике, как спектр политических партий. Но вот какой спектр может быть? Хорошо, если оттуда исключают еще коммунистов, сперва буржуаза. Ну, что это? Это более то, что применяется к длине ворны, там, в математической величине больше и меньше. Кто тут пытается чего-то применить аналогично к партиям? И меряют революционность. Это партия более революционная, это менее революционная. Но она подумает, что это колбаса. До революции, например, очень революционной партией считались социалисты-революционеры, которые там и в тюрьмах сидели больше большевиков, и вешали их больше большевиков. А совершилась революция, это стала самая реакционная, самая контрреволюционная партия. И которая и в Ленина стреляла, и мятежи эсеровские поднимала, и рабочих вооружала, в Откинской и Жевской, и в Корчатовскую армию от Сырара. Самая зробная, самая контрреволюционная партия. Вчерашних соратников, вчерашних революционеров. Очень революционная была. И взрывали, и на виселице шли, и на каторг ушли, и прямо революционеры были дальше ехать некуда. И когда вот эту революционность, ее как колбасу, вот это более революционная, это менее революционная, более, там, менее революционная, это в каких-то этих килограммах революционных меряют, то это, конечно, вот самый такой примитивный, самый подход. Или вот на Российском комитете рабочих была дискуссия. Вот, говорят, надо забить в Кордоговор, что сокращать не более чем до 100 человек, скажем, численность персонажа. Ну, неужели людям не ясно, что забьешь ты это в Кордоговор, тут же сократят до 100 человек в полном соответствии с Кордоговором? И это самое, и никуда ты едешь, это вот элементарный диалектический совершенно подход. Хорошо, что там наш товарищ Денис Борисович там разрублил это дело, он говорит, надо записать в Кордоговоре согласование с правкомом всех увольнений, всех сокращений и поддержания численности. Это, так сказать, действительно вот вывера ситуацию. То есть люди не чувствуют диалектики, отсюда и вот это вот неправильное решение, и весь вот этот маразм, в котором мы сейчас тонем. Значит, спасибо, прошу прощения за долгое выступление. Все, вам заключительное слово. Так, ну, отвечу на один вопрос поступивший. Истина касается понятия или суждения. Но я об этом говорил, что понятие истину или заблуждение не содержит. Понятие даже правда не может содержать или лжи. Понимаете, потому что нет суждения, где нет утверждения, и нет отрицания. Понятие, фиксированное слове, книга. Ну и что, книга. Вот сказал, эта книга – это суждение. Тогда, может, это книга или это рыба. Это я бы говорил, но Гегель-то вот вместе с товарищем говорит по-другому. Это ему, Гегель. Да, вот, да. Ну, Гегель-то это… Гегель уже не ответит, а вот товарищ может. Да. Ответить за Гегеля. Спрашивайте. Вот, ну, мы не будем сейчас… Опять же за себя, а не за Гегель. Да. Есть разное, есть и общее. Дело в том, что вот это более или менее, это, мол, не диалектический. А диалектический подход – это либо да, либо нет. Нет. Так, что ли? Это будет формально логический подход. Это вскрытие всех противоречий. Ну, всех противоречий мы не вскроем. Основных. А вот основных как раз и нужно. Для того, чтобы выявить причину любого процесса, надо установить основное противоречие. Да? В этом процессе. А все остальные надо отмести, надо от них абстрагироваться. И вот истина может относиться, вот в чем причина этого процесса. Вы скажете, вот, а тут плюрализм. Это-то-то-то-то-то. Это антидилектический подход. И то, и другое, и третье. Множество. Это антидилектический подход. Множество, да еще равноправное. Нельзя выбирать главное. А вот когда мы выбрали, ну, мы должны ее найти как истину. Главное противоречие в этом отношении, которое развивает эту систему. А главное. Да. А другие тоже есть. А другие есть, но мы от них абстрагируемся. И это необходимо именно для получения истины. Если не абстрагируемся, истины не получим. Мы разбредемся в этом плюрализме. Вот в чем дело. Так что тут Гегель для меня тоже не икона. Извините. А так же, как, кстати, и Маркс. Не икона для меня. Я иконы отринул в 13 лет, когда перестал в очень религиозной семье, перестал верить. Вот. И с тех пор у меня нет авторитетов. И сам не для себя тоже нет. Жизнь стала тяжелее. Вот. Но жизнь стала тяжелее. Блажен кто верует, тепло ему на свете. Вот. Так что вот по поводу истины. Да. Ну, вот действительно, понятия. На уровне понятий у Гегеля все выходило. Но положить эти понятия на твердую почву материализма, да, материалистического подхода, это вот только Маркс с Энгельсом сумели. И то, конечно, не абсолютная истина достигали. И вообще абсолютная истина – это фразеологическая химера. На уровне этой химеры можно там с Гегелем побеседовать. Если кто-то увлекается химерами, у нас очень много дочков. Истина практическая и теоретическая истина. Ну, на сей момент пока. Истина одна. Условик сегодня. Делить ее на практическую и теоретическую – это оставим Гегелю. На его совести. Он все колется. Все колется. Да колется. Все противопротивопротив. Ну, вот. Вот опять две правды столкнулись. А где истина? Он верит. Оно едино, но оно и колется. Как вы думали? Так нет. Единство противоположного – это, конечно. Но не в данном случае. Главарь всегда есть. Потому что это не единство противоположного. А главарь – это пути его Гегеля? Нет. Ведущая сторона. В единстве противоположного всегда есть. Ну, этот вопрос, как вы понимаете, тема неисчерпаема. Вот тут и Гегеля. Я специально не стал задевать Гегеля в своем выступлении. А вот лучше не надо. Почему? Потому что знал, что рядом со мной сидит младо-гегерианец. А Марк с Эйнгельсом были младо-гегерианцами в начале своего движения. Вот. Но они выросли. А вот товарищ еще не вырос, я чувствую. Вот. Из младо-гегерианцев там. Вот в чем дело. Понимаете? Это тоже вот увлечение какой-то концепцией. Так. Вот опять же принцип относительности конкретного. Не конкретности, а относительности. А принцип философии. Есть принцип относительности конкретного. Тоже великий принцип. Да. Раскрывающий истину. Вот как раз конкретно относительную истину. По любому поводу. Вот. И по любому предмету. О чем бы мы ни говорили. То есть разговор. В смысле? В принципе. В принципе. Разговор наш такой, конечно, незаконченный. Вот. Виктор Акадьевич тут поднял вопрос по поводу там. Ну. Различных трактовок революции. Да. Вот. Кургиняна. Абсолютная случайность. Действительно. Я тоже Кургиняна слушал. Абсолютная случайность. Революция. Стечение благоприятных обстоятельств. Которых гениально воспользовался Владимир Ильич. Да. А больше никогда не было таких. И не будет никогда. Потому, что это настолько маловероятное. Вот это абсолютизация случайности. Вот Кургинян диалектики не доучил. Даже Гигелевский не доучил диалектики. Не только марксистской. Да. Материалистической диалектики. Потому, что он Кургинян не понимает. Что случайность это форма бытия необходимого. Вот. А не что-то само по себе существует. Вот. Ну, нет. Ну, нет. Но, может, понимают. У нас наши идеологические противники далеко не дураки. Правильно. И понимают. Но. Вот им полезнее вот эту позицию развивать. Полезнее. Сейчас. Вот так же, как и товарищ Зюганов. Понимает. Он не понимает. Он не понимает, что говорит. Вот. И что мы уже ушли от этого момента. Да. Совсем. От революции. И больше никогда к нему не вернемся. Да. Противоречия остались. Вот они причины. Да. В конкретные противоречия. Вопиющие противоречия. Мир вообще. Ну, вот. Начинает просто рушиться. Он прогнило. Начинает рушиться на наших глазах. Кризис во всем. Морали. Всего чего угодно. Юриспруденция у нас все прогнила. Не только в России. Древние римляне тоже. Ну, вот. Говорили-то говорили. Но они говорили как раз очень к месту. И мы к месту говорим. Рим, в конце концов, пал. Понимаете? И мы пойдем. Вот. А вот нам надо не пасть окончательно. Как-то вылезти из этого. И гениально выловить ситуацию, чтобы на этих противоречиях сыграть. Не на всех сразу, а на основных. Угадать, где тут основные. Где ведущие. А где второстепенно от них можно абстрагироваться. Вот. Противоречия между нормально сексуально ориентированными людьми и геями есть. Но это не основное продвиживающее противоречия современной эпохи. Это результат, да? Чего? Вот развитие, как там, демократии. Абрама. Да. Ну, Обама-то так понимал, что он главное своим достижением как раз считал введение однополых браков. Вот. Главное достижение его демократии, его президентства. Вот. Пожалуйста. Ну, это тоже, что он это играет, не понимает, что говорит, или понимает, но специально искажает истину. Понимаете? Это тоже, конечно, политика всегда искусство обмана было, есть и будет. Ну, поэтому обман – это всегда искажение того, что ты считаешь истину. А ну-ка промахнешься и попадешь в точку. Будешь обманывать и высказывать на самом деле истинные идеи. Вот. Бывает, даже большими политиками бывают и такие вещи. Вот. Но мы не должны, конечно, уповать на такие ошибки больших политиков. Вот. Отдельно взятые политики, они все-таки роли не играют. Нельзя абсолютизировать, опять же, роль личности в истории, в историческом событии. А по поводу вот Маркса, у меня тоже был тут момент такой в моей учебной аудитории. Он говорит, ну, марксизм, Владимир Петрович. Марксизм ведь устарел. Марксу вот 200 лет. Я говорю, а как? А я знал ориентацию религиозную вопрошающего. А Христос? А христианское учение еще более устарело? Сколько ему тысячелетия? Вы на основе только времени, возраст? А вы знаете, истина, она не устаревает. Она только границы применимости меняет. Вот в зависимости от Ньютона и Эйнштейна. Да, а вот границы применимости. Нет, он останется истинным, пока существует вся Вселенная. Его законы. И он останется истинным. Но это не абсолютная истина. А абсолютная истина существует только в нашей голове. Ну, товарищи дорогие, спасибо за внимание. Понятно. Бежит. А, сейчас мы благодарим, когда мы спросим, что все эти лекции. Спасибо. Спасибо. Так сказать, про предыдущего я первое объявление сделаю, что следующей лекцией у нас будет «Ленинское понимание прогрессивных воин». Лектор, кандидат медицинских наук Денис Борисович Дегтяков. Вот. Вот. Медицинских наук. Стала хорошая традиция на нашей лекции награждать одного из лучших лекторов Университета рабочих корреспондентов, Городникова Владимира Петровича. Ого. Я помню... Меня наградили вот этим знаком, которым я очень горжусь. 50 лет в партию. 50 лет в партию. До того, как Владимир Петрович вступил в партию, он был в комсомоле. В «Ленинском комсомоле», Которому в этом году, буквально две недели назад, или три, вполнилось сто лет. Да, и был освобожденным комсомольским работником. Семь лет. Мы знаем, что большинство вот этой комсомольской номенклатуры, которая перешла потом в партийную, и теперь празднует почему-то. Оно недостойно ни звания Ленинского комсомола, ни этого праздника. Но есть люди, которые сохранили верность. Их единицы, одна из этих единиц, это Владимир Петрович, наш товарищ. Большая единица. И по поручению ваших товарищей, представление Бюро Ленинградского комитета, мы награждаем вас памятным знаком. Сто лет в рядах Ленинского комсомола. Поздравляю. Спасибо. Служу трудовому народу. Замечательно. Красиво. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо, дорогие товарищи. Я вот и это надену, и буду гордо носить в Академии Можайства. Пусть они ничего не скажут. Там Старой Гвардии понравится. Да. Старая Гвардия там отмечалась в первую годовщину. Сутки? Октября. Нет, октября. Вот, недавно. Спасибо. Так, спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok